Приветствую, друзья, на связи Андрей Жариков. За несколько дней до наступления нового 2021 года небезызвестный Диего Мартин публикует аудиосообщение на английском языке. Давайте прослушаем это сообщение в переводе на русский, а после этого обсудим. Привет, мои друзья, мои друзья, мои семьи, мои семьи, мои семьи. Вы знаете, я Диего, Диего Мартин. И это личное сообщение к Александр Кастли. Александр, где находится компанией? Сейчас мы в Дице. Где находится компанией, где находится деньги? Где находится деньги из всех людей? В этом году вы сделаете это дело. Почему вы ломите и играете с очисткой людей? Почему вы ломите к всеми? Ведь компанией платит вас? Люди, не позволяйте их играть над deg une ощущение, над твоей надежности. Because the company will not come back. Why? Because the company is in a court for different reasons. The people don't know why. But I will explain a little to my family. The company is searching for, in the court of Kazakhstan, Cape Verde and Madrid, for organized crime was laundry money. The court can't find the money. And this is the truth. Not because I say it. This is because the court say it. I was helping with my testify. And I hope that they find the guilt is very soon. So again, Alexander, where is the company? You told us the company come back. Well, we are in December. Where is the company? Where? Tell us. Tell the people where it is. Don't tell me. Tell the people. Why you never show the Chinese people. It's because the Chinese people doesn't exist. The company was never sold. And you know, I have the proofs. So, stop to spread fake news. Because you will know my angry. And you know, I can hurt a lot. Sorry for all, but I want the people to wake up. Wake up because there is no sense that they wait for something that will never happen. So, my people, my friends, my family, I feel you like part of my family, everyone. So, I will fight for you always. Well, this is all. I wish you Merry Christmas, Happy New Year, good luck for all, and good day. The company. So, this is my message from Diego Martin, let's discuss the details. Let's discuss it more detail. Let's understand, my family, you know, I was Diego Martin. Well, yeah, we already figured out. This is my personal question to Alexis Kessler. Where is the company? It's December. Where are the companies? Where are the money? Where are the people? Why are the companies using the idea of people? Why are you playing and playing for the future? Why are you judging and playing for the people? Why are you judging? Компания тебе заплатила? Ведут подготовку к возвращению компанию, к запуску, что в компании все нормально, деньги у нее есть, и суд она выиграла. Помните, что был даже большой телеграм-чат с 16 тысячами партнеров и так далее. Но наступил август 2018 года, никакого запуска не произошло, и Диего Мартину тогда начали задавать неудобные вопросы. Примерно такие же, как он задает сейчас Александру Кэсли. Где обещанный запуск, где компания, где деньги? Почему-то лжешь и играешь на надежде людей. И ему точно так же задавали вопрос, может быть, тебе компания заплатила, чтобы ты лапшу на уши вешал. Ну, то есть, с одной стороны, получается, вроде бы, вопросы-то он задает правильные и логичные, а с другой стороны, он сам занимался тем же самым два года назад, а потом типа прозрел. И вот в 2019 году уже Диего Мартин прозрел, он понял, что никакого запуска не будет, но зато появился барабанщик Александр Кэсли из Швейцарии, который продолжил эту славную традицию и начал рассказывать, что нет, все нормально, у компании есть новые китайские владельцы, все обязательно стартует. И задумайтесь, весь 2019 год он это рассказывал, и вот уже к концу подходит 2020 год, через несколько дней будет уже 2021, то есть, уже два года Александр Кэсли рассказывает волшебные красивые сказки, что да, скоро новые китайские владельцы все запустят, все будет нормально и так далее. То есть, если так задуматься, в 2018 году этим занимался сам Диего Мартин, а в 2019 и 2020, еще два года после этого, занимается Александр Кэсли и продолжает, по сути, заниматься, потому что еще ни разу от него не звучало такого сообщения, что, ребята, я ошибся, я лоханулся, что не будет никакого запуска, нет, он продолжает настаивать, что нет, запуск будет, только неизвестно когда. Ну и вот Диего Мартин ему задает эти вопросы, хотя, повторю, эти же вопросы задавали ему точно так же еще два года назад. И дальше он пишет, народ, не давайте им играть с вашими чувствами, с вашей надеждой, потому что компания не вернется. Ну, да, после 2018 года Диего Мартин типа прозрел уже и уже, можно сказать, даже опровергает слова Кэсли, потому что понял, что никакого возврата не будет. Почему? Потому что компания в суде по различным причинам. Люди не знают почему, но я немного расскажу для моей семьи. Да мы догадываемся почему, потому что компания кинула 600 тысяч инвесторов, а что тут непонятного почему? По-моему, все очевидно. По компании идут суды в Казахстане, Кабоверде, Мадриде, по обвинению в организованной преступности и отмывании денег. О, какой сюрприз! Открыл Америку. Но, по крайней мере, по крайней мере, Диего Мартин признал, что есть какие-то судебные процессы, есть расследования и так далее. А дальше звучит замечательная фраза. Суды не могут найти деньги. Вон оно, оказывается, как. А ведь в 2018 году Диего Мартин рассказывал совсем по-другому. Помните, да? Когда говорили, мы выиграли суд, средства на счетах разморожены. А раз мы выиграли суд, это доказывает, что мы никакая не пирамида, что все реально. И сам Диего об этом писал. Что все запустится, деньги у компании есть. А сейчас, оказывается, не могут суды найти деньги. Вот тебе раз. В своих видео Диего часто повторяет, что он грамотный, опытный юрист. И хочется спросить, так а что ж ты, грамотный, опытный юрист, не узнал, как следует, информации в 2018 году, прежде чем раздавать народу лживые обещания о запуске компании. То есть, то, в чем он сейчас обвиняет Александра Кэсли, этим же самым он занимался в 2018 году сам. Хорошо. Дальше Диего говорит. Это, правда, не потому, что я так сказал, а потому, что так сказал суд. Я давал свидетельские показания. Я надеюсь, что виновные будут скоро найдены. Ну, по всей видимости, Диего Мартина вызывали уже для дачи показаний. И чуть выше, чуть выше прозвучала фраза. Идут суды в Казахстане, Кабовердо, Мадриде. Как мы знаем, сам Диего проживает в Мадриде. То есть, возможно, как раз на следствие именно его и вызывали. Уж не знаю, в качестве свидетеля или обвиняемого, в качестве кого. Конечно, Диего, по сути, был одним из руководителей Квестра Ворлд, который является рекламным брокером. И, конечно, он в своих показаниях может сказать, ну, типа, мы к финансам не имели отношения. Мы занимались продвижением. А к финансам имела отношение компания Агам, Atlantic Global Asset Management. Но, с другой стороны, собственно, получается, он несет прямую ответственность за продвижение этой пирамиды. То есть, если он сам говорит, что денег нет, ребята, пирамида всех кинула, ну, так ты возглавлял подразделение, которое занималось продвижением. Ну, разве не так? То есть, он пишет, я давал свидетельские показания, я надеюсь, что виновные скоро будут найдены. Ну, получается, он себя виновным, в общем-то, не считает. Хотя, понимает, что, да, тысячи людей пострадали, потеряли деньги, но он как бы тут ни при чем. Так что, Александр, где компания? Ты говорил нам, что компания вернется уже декабрь. Где компания? Скажи нам, скажи не мне, а всем людям. Ну, да, он задает такие грамотные вопросы, где компания. Но, Александр два года уже успешно вешает инвесторам лапшу. Почему ты никогда не показывал нам китайцев? Это потому, что никаких китайцев не существует? Ну, в моих предыдущих видео я уже много раз повторял подобные вопросы. Например, я говорил о том, что в Казахстане суд закончился приговором в отношении четверых лидеров квестера в Казахстане. И если бы у компании реально были какие-то новые китайские владельцы, то, по логике, они должны были как-то в процессе, например, поучаствовать. Ну, не лично, конечно, а прислать каких-то представителей, которые бы в суде с документами, например, доказали, что компания жива, пусть даже в новом каком-то формате, да, под новым названием, что компания стартует и скоро все все получат. Компания могла оплатить адвокатов или прислать своих адвокатов и так далее. То есть, по словам Александра Кэсли, компания богатая, она не прекращала работать, трейдеры у нее есть, денег у нее огромное количество, потому что все эти годы она продолжает работать и получать прибыль, да. Только почему-то за все три с половиной года, с момента, как прекратились выплаты, со стороны компании никаких движений нет. Никто лидеров не защитил, как вы знаете, лидеры в Казахстане за решеткой, а Кенесары Карамаев по информации уже и умер, то есть расстался с жизнью. Вот. И за два года, что Александр Кэсли рассказывает сказки про китайских владельцев, их ни разу никто не показал и не предъявил. Дальше. Диего Мартин говорит, никакой продажи компании не было, ты знаешь, у меня есть доказательства. Ну, тут возразить нечего, потому что, повторю, о новых китайских владельцах, о новом запуске, есть только болтология. Болтология со стороны Диего Мартина в восемнадцатом году, а потом болтология со стороны Александра Кэсли. Два года подряд. Девятнадцатый и двадцатый год. Поэтому прекращай распространять фейковые новости, иначе ты познаешь мой гнев. Угу-гу, какой грозный прямо. Угу-гу. Как ты знаешь, у меня большой опыт в судебных делах. Я уже говорил, что если ты такой опытный крутой юристок, лучше примени свои юридические навыки к тому, чтобы найти, где же деньги инвесторов, вместо того, чтобы тут барабанщику угрожать. Мне очень жаль всех партнеров, но я хочу, чтобы люди очнулись. Проснитесь, так что нет никакого смысла ждать то, что никогда не случится. Так что, народ, мои друзья, моя семья, я считаю вас своей семьей. Я всегда буду за вас сражаться. Я желаю вам хорошего Рождества и Нового года. Всем пока. Я всегда буду за вас сражаться, говорит Диего Мартин. С момента прекращения выплат прошло уже три с половиной года, господа. Вы заметили результаты сражений Диего Мартина, хорошего юриста, как он себя называет? В кармане у вас прибыло, деньги он для вас нашел, виновных посадил. По-моему, ответ очевиден. Непонятно, в чем заключается его сражение за инвесторов. В том, чтобы время от времени записывать сообщение для Александра Кэсли и говорить, Александр, прекрати давать людям ложную надежду. На канале «Успех в инвестициях» практически каждый день публикуется позитивное видео, где рассказывается, что скоро все заработает, фон стартует и так далее, и так далее. Но, повторю, что инвесторы слышат уже позитивные новости больше трех лет. В 2018 году от Диего Мартина, в 2019-2020 году от Александра Кэсли. И фактически, кроме болтологии, за три года инвесторы не увидели ничего абсолютно. Вспомните, год назад Александр Кэсли утверждал, что якобы готов даже сайт, и он переведен на несколько языков. За все это время сайт не был предъявлен. Что у компании есть новые владельцы, китайцы. Никого не показали, не предъявили. Что якобы у компании будет какое-то приложение, через которое инвесторы будут заходить в кабинеты. Ничего не было показано. То есть три года сплошной болтологии. Вот 2020 год уже заканчивается, наступает 2021. Вы думаете, в 2021 году что-то изменится? Скорее всего, продолжится в том же самом режиме. Александр Кэсли будет также рассказывать, что да, обязательно скоро стартует, ждите, скоро все будет. Но, как говорится, на данный момент ВОЗ и ныне там. Для тех, кто продолжает верить в возврат компании, задумайтесь над следующим моментом. Диего Мартин здесь говорит, по компании идут суды в Казахстане, Кабо-Верде, Мадриде, по обвинению в организованной преступности и отмывании денег. Суды не могут найти деньги. Задумайтесь, если бы действительно существовали какие-то новые китайские владельцы, которым были переданы все ресурсы, все активы компании, миллиарды на счетах, то уж, наверное, правоохранительные органы трех стран, Казахстан, Кабо-Верде и Испания, смогли бы, наверное, как-то это обнаружить. Не так ли? Или вы так не считаете? Диего Мартин говорит, что суды не могут ничего найти. Где денежки? Тю-тю. А ведь все понимают, что толку. Ну, запустится какая-то, даже если какая-то компания стартует, если у нее денег не будет, чтобы всем платить. Какой смысл? Инвесторы же три с половиной года ждут своих выплат, в конце концов. Помните, Александр Кэсли даже табличку такую, калькулятор выкладывал. Вот, пожалуйста, делай расчеты, какие прибыли ты там будешь из новой компании выводить. И что? И ничего. Как мы помним, выплаты прекратились летом семнадцатого года. Прошло уже три с половиной года с тех пор. И за это время, кроме пустых обещаний, кроме очередных сказок про новых китайских владельцев, инвесторы не увидели ничего. Я считаю, что нужно извлекать уроки из своих ошибок, из своих потерь и двигаться дальше. Следите за новостями, подписывайтесь на канал, нажмите на колокольчик, чтобы ничего не пропустить. С вами на связи был Андрей Жариков. Всего доброго. Global Star Club. Возможности безграничны.